28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успения Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области проходит праздник для первоклассников. В этом году множество почетных гостей, в том числе зам. предправительства России Татьяна Голикова и глава Тверской области Игорь Руденя. Торжество состоялось в древней обители на родине первого патриарха Руси, собравшейся далее на путствие молодому поколению – будущим школьникам. А губернатор Тверской области Игорь Руденя приехал в Старицу, чтобы увидеть готовность района к новому учебному году. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасия Ивучок. В преддверии Дня знаний губернатор региона отправился в Старицу с инспекцией. Первой точкой стала новая детская поликлиника, которая сейчас активно готовится к открытию. Современное оборудование и новые светлые кабинеты уже радуют глаз врачей. А совсем скоро начнут также радовать детей и родителей Старицкого района. По словам главного врача детской поликлиники, теперь у старичан будет возможность проводить многие процедуры, не выезжая из района. Одно из нововведений – телефонные консультации. Грядущий учебный год является особенным для всех людей, так или иначе связанных со сферой образования, ведь он назван годом педагога и наставника. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя, осуществляются на протяжении всего 2023 года, особенно в Старице, где всего два колледжа и один из них – педагогический. Здесь обучают студентов по трём направлениям – педагог начальных классов, педагог дошкольного образования и педагог физкультуры. У колледжа есть общежитие, а в прошлом году появилось и новое оборудование, а именно ноутбуки, а также библиотека с более чем 9 тысячами экземпляров книг. Поэтому в Старицу приезжают поступать студенты и из других муниципальных округов Тверской области. Контрольные цифры приёма составляют 75 человек. Мы набрали 72 человека. В рамках до набора нам осталось добрать только три студента. Абитуриенты приезжают как со всего Старицкого района, с города Старицы, с западных районов нашей Тверской области, наших территориально к нам относящихся, их 11. Кстати, приезжают абитуриенты из других областей. Это Московская область, Смоленская область. Очень много у нас учатся студентов из Золотаршино. Затем губернатор отправился в место, признанное главной достопримечательностью Старицкой земли – Старицкий и Свято-Успенский монастырь, чтобы поздравить с началом учебного года первоклассчик, которые только начинают свой жизненный путь. Скажите, вы готовы идти в первый класс? Да! Ходите учиться? Да! Мы вас поздравляем с наступающим 1 сентября. Желаем вам всего самого доброго. У нас сегодня 15 лет Центру образ, который организует это правительственное мероприятие. И мы вам желаем хороших оценок, чтобы у вас было много друзей в школе. И обязательно любите Старицу и Тверскую область. Также в Святую Обитель для того, чтобы сказать несколько важных и добрых слов для первоклассников, приехала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Вы идете в большую жизнь, начинаете учиться. И это самое главное. Вы должны любить и слушаться своих учителей. Вы должны хорошо заниматься с тем, чтобы у вас были успехи и с тем, чтобы вы потом нашли хорошую-хорошую работу. С тем, чтобы она была вам по душе. Кроме того, на торжестве присутствовали председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, председатель Совета Фонда Возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев. Почетные гости поздравили ребят с предстоящим Днем Знаний. Особые слова признательности были сказаны в адрес педагогов. После всех напутствий гости мероприятия были приглашены на концертную программу, которая проходила в Старицком Доме Культуры. Но перед этим для главных гостей мероприятия, для учеников и учителей, прозвучал колокольный звон и были запущены воздушные шары. Знак уважения к образованию.